Воспоминания старшего лейтенанта Павленко Сергея Константиновича о боях в Белоруссии летом 1944 года и о человеческой подлости, которая на войне может очень дорого обойтись. Сергей Константинович, расскажите про операцию «Багратион» и о боях по освобождению Гомеля и Минска, ведь ваша часть находилась как раз в подчинении 2-го Белорусского фронта, который вел эти освободительные бои. «Знаешь, для всех летняя операция «Багратион» памятная и почетная, потому что это начало победной фазы войны, перелом после которого мы только наступали до самого Берлина. Но у меня при воспоминаниях о лете 1944 года горечь проступает из-за одного случая, который произошел накануне этой великой операции. Сергей Константинович, расскажите. В начале июля 1944 года наш батальон стоял в районе деревни Жмиринка. Шла активная подготовка к наступлению, мы ждали пополнения. В пополнении нуждалась вся дивизия, которая не отводилась на переформировку и отдых уже длительное время после тяжелых боев зимы-весны 1944 года. В полках и батальонах была большая убыль, как рядового, так и офицерского состава. Так вот, в один из дней нашего комбата Марченко тяжело ранило при налете немецких юнкерсов. Одна бомба упала рядом с МП батальона и комбата посекло осколками, его отправили в госпиталь. Ему на смену временно прислали прямо из Москвы с курсов старшего офицерского состава майора Федосеева Павла Викторовича. Мало того, что у нового комбата не было совсем боевого и окупного опыта, так он еще и как мужик был так себе. Он не знакомился с личным составом и обстановкой на участке батальона ему было мало интересно. Зато он очень активно бегал к связисткам, любил начищать до блеска сапоги и красоваться. В общем, щеголь и фанат, но не боевой офицер. Подозреваю, что прислали его вовремя, чтобы в личном деле была отметка, что воевал на фронте. Для движения по карьерной лестнице, видимо, были у него покровители в Москве или еще где-то. Так вот, как-то вечером я и личный состав роты, который я командовал, стали свидетелями неприятной сцены. Как наша связистка Оксана Матвейчук, очень красивая девушка была, отдала от ворот по ворот этому майору и даже пощечину ему влепила. Он ее за руку схватил и начал кричать. Мы заступились за нее и сказали, что такое поведение не красит офицера. Тогда мы еще не знали, насколько злопамятный был майор. А так что, он вам начал мстить? Отомстил он очень скоро и бесчеловечно. Рядом с деревней была высота. На картах наших она обозначена была как высота 27.5. Она возвышалась над местностью, а вокруг было открытое пространство. Редкие перелески и деревянные скриды между высотой и деревней. Вот и все укрытия, не густо в общем. С высоты этой просматривалась и простреливалась вся круга. Немцы хорошо на ней укрепились и окопались. Штурмовать высоту в лоб было делом самоубийственным. Да никто ее штурмовать и не собирался, просто смысла не было в преддверии крупного наступления армии и фронтов, когда оборону немцев будут обрабатывать артиллерии из воздуха. В крайнем случае, высоту можно было бы вообще обойти и отрезать противника, они бы сами сдались. Но майор решил отдать приказ брать высоту нашей роте и двум вспомогательным отделениям по флангам. Наша рота в авангарде. Причем атаковать было приказано не ночью, не рано утром, а днем. Когда всех видно как на ладони, он это объяснил тем, что мол немец днем никаких атак не ожидает. И вот он отдал этот преступный приказ и отправил нас на штурм без поддержки артиллерии и бронетехники. Не дождавшись пополнения, отправил брать высоту обессиленной роте. Я думаю, что он сознательно отправил нас на смерть, чтобы избавиться от всех свидетелей той нелицеприятной сцены со связистской. Он надеялся, что я и все, кто видел его позор, погибнут на этой высоте. Сергей Константинович, а как прошел штурм? Все погибли? Не знаю, неожиданностью была наша атака для немцев или нет, но лицом в землю они нас положили очень быстро. Голову вообще было невозможно поднять, настолько плотным был пулеметный огонь. Потом подключились немецкие минометы и стало совсем плохо. На том поле мы оставили больше половины роты. Я послал Мичку Шепеля связным к майору, чтобы нам разрешили отход. Разрешили? Нет, не разрешил. Бесноватый майор продолжал гнать нашу роту на высоту, не считаясь потерями, в надежде, что из атаки вообще никто не вернется. А знаешь, что самое интересное? Что, Сергей Константинович? Высоту мы взяли. Недалеко в лесу стояла танковая бригада, и их командир, услышав звуки боя и увидев, что творится, без приказа сам принял решение поддержать нашу атаку. Под огневым прикрытием танков мы ворвались на высоту. Человек 25-30 у нас было, и немцы побежали. Те, кто успел убежать. Этот же командир танковой бригады потом СМЕРШу дал показания на мстительного майора Федосеева. И что с этим майором стало? Знаю, что разжаловали и отозвали, а куда, может, в штрафной батальон или срок получил, мне неизвестно. Тогда жестко карали за такое преступное самоуправство, что бы сейчас ни говорили. Вот из-за таких подлецов, которые свои пошлые и шкурные личные дела решали на фронте, теперь и говорят, что командование людей на убой гнало. Не командование, а вот такие вот майоры, которые по ошибке получали власть над людьми. В любой армии такие могут быть, как ни печально. Из воспоминаний Павленко Сергея Константиновича. Воспоминания старшего лейтенанта 5-й стрелковой дивизии с октября 1942-го 44-я гвардейская стрелковая Акимова Александра Ильича о контрнаступлении под Москвой войск Калининского фронта в декабре 1941-го года и о методах тотальной войны. Александр Ильич, скажите, вот вы упомянули, что немцы ожесточенно сопротивлялись на ближних подступах к Москве. А что еще осложняло наступление наших войск? Ведь мороз действовал не только на немцев. Конечно, мы тоже мерзли, климат на всех влиял. Просто мы про это редко упоминаем и не ноем, как немцы, в своих мемуарах. Если их почитать, то складывается впечатление, что на их стороне фронта был мороз минус 40, а на нашей половине было плюс 25. Я когда иногда такое читаю, то невольно возникает мысль, а как вы, собственно, хотели воевать? То есть, блицкрик у нас не получился, война затянулась, давайте-ка русские сделаем перерыв до лета, а потом мы снова начнем наступать, сейчас холодно и мы не играем? Нет уж, так не пойдет. Решили воевать, так воюйте в любых условиях. С момента, как вы пересекли государственную границу СССР, все остальное это уже ваши проблемы. Нам было полегче в плане обмундирования, это правда. Против немцев же сыграла их самоуверенность. Они думали, все быстро закончат и война будет выиграна максимум осенью, но опять же, их просчеты, их проблемы. Они не запаслись зимним обмундированием, а у нас с этим было получше. Но и оно не всегда спасало. Когда ты наступаешь по пояс в снегу или лежишь под плотным огнем противника, ведь лежать можно часами на морозе, так что у нас обморожения тоже хватало. А после того, как мы увидели, как немцы забирают все теплые вещи у мирного населения и выкидывают их на мороз умирать, то вообще решили их тягу к теплым вещам использовать против них. А это как? А вот так. В ответ на зверство немцев мы придумали одну штуку и назвали ее «Консомольский привет». Мы брали пару теплых вещей, каких-нибудь вшивых и совсем ненужных, и клали их на видное место в траншеях или домах, когда немцы контратаковали и мы решили отступать на резервную позицию или отдавать им линию траншей. Хитрость была в том, что под это теплое тряпье наши саперы ставили мину или мы их клали гранату. Делали что-то вроде растяжки. Немцы, промерзшие до костей, хватали быстро эти вещи и происходил взрыв. Ну и как это срабатывало? Еще бы, если и не насмерть, то без руки оставались или ногу по сапог отрывало вообще легко. А вы не считаете, что это как-то подло, не по-солдатски? Что значит подло, а напасть утром 22 июня и бомбить не только военные объекты, но и мирные города, не подло? Сжигать села и расстреливать наших жен, матерей, братьев и сестр, не подло? Загнать половину Европы в концлагеря, не подло? Это война со страшным и сильным безжалостным врагом, который пришел нас уничтожать и который стоял под столицей нашей страны. И если бы тогда мы бы рассуждали, что допустимо, а что нет, то рассуждения такие бы закончились для нашей армии где-нибудь за Уралом. Немцы, когда обороняли свой рейх, вообще минировали все вподряд. Велосипеды, детские куклы, все, что могли. Это война, тотальная война и в ней побеждает любой ценой. Либо побеждает, либо погибает. Думать нужно до войны. Если еще сомневаешься, то вспомни песню. 22 июня, ровно в 4 утра, Киев бомбили, нам объявили, что... Ну а у нас на сегодня все. Обязательно пишите свои комментарии, что вы думаете. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик. До скорой встречи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok